Иванна Флокс Замуж за охотника Встретимся на костре ведьма Пролог «Мама, это безумие!» — воскликнула я, захлёбываясь воздухом. «Ты хоть понимаешь, что мне предлагаешь?» «Разве я спрашивала твоё мнение?» Вздёрнув тёмную бровь, недовольно прищурила колдовские глаза женщина средних лет. Для своего возраста она была невероятно красива. Тёмные волосы до сих пор не затронула седина, на лице почти не наблюдалось морщин. Она привлекала взгляды мужчин, которые желали обратить на себя её внимание. Впрочем, в этом не было ничего странного. Истера стояла во главе сильнейшего ковано-горных ведьм, расположенного недалеко от столицы Версала — Берт-Альта. Да, она обладала неземной красотой, но также была холодна и беспощадна. Верховная жрица управляла кованом с должным ей достоинством. Все её почитали, перед ней преклонялись. Она была невероятной ведьмой, но чертовски плохой матерью, в чём мне вновь пришлось убедиться. «Мама, что если меня поймают?» Упрямо сложила я руки под грудью. «Так будь добра, моя дорогая, сделай так, чтобы этого не случилось», — равнодушно ответила она. «Не боишься, что я окажусь на костре?» — гнула я свою линию. «Ты безрассудна, Трис, и в этом твоя слабость. Пора бы тебе повзрослеть», — строго произнесла женщина. «И именно поэтому ты меня отправляешь в пасть льву?» Уголки красных губ приподнялись в лёгкой улыбке, но она совершенно не затронула зелёные мерцающие магии и глаза верховной ведьмы. «Разговор окончен, дитя», — мягко произнесла Эстера. «Завтра ты отправишься во дворец и займёшь место дочери Виконта Бэлиша». «Мама!» — вновь возмутилась я, категорически не желая действовать по её безумному плану. «Оставьте нас!» — кинула она свирепый взгляд на женщин, что находились в комнате. Не произнося ни слова, они склонили головы и в мгновение ока скрылись за дверью. «Послушай меня, Трис», — почти ласково начала матушка. «В этом деле я могу довериться только тебе». Мне стало известно, что в руках охотников оказался браслет Ариэл. С его помощью они способны легко определить, ведьма перед ними или же нет. Однажды они научатся его использовать правильно и доберутся до Ковена. «Ты должна попасть во дворец и оказаться максимально близко к капитану огненных львов Тейну Деверлу». По счастливой случайности, этот охотник собрался жениться на дочери Виконта. «Да ты издеваешься!» — ахнула я. «Когда, говоришь, отправляться?» «Завтра? Меня завтра же сопроводят на костёр. Давай я лучше Кован покину, если ты от дочери устала». «Трис, не поясничай». Взяв мою руку, матушка быстро сняла с пальца кольцо и надела на мой безымянный палец. «Не снимай перстень. Он скроет твою магию». Капитан ещё не видел свою невесту. Этот брак должен состояться по требованию самого короля. «Хорошо, капитан не видел, а другие». «Не отвертишься, моя жемчужинка», — улыбнулась женщина. «Мелисандра Бейлиш десять лет провела вдали от дома. Её будет сопровождать отец и стража. Совершить подмену и наложить на них чары не составит труда. Остальные же не вспомнят, как выглядела юная невеста капитана». «Так шла бы сама», — буркнула я, отворачиваясь. «Прекрати», — теряя терпение, зарычала ведьма. «У тебя есть долг перед сёстрами, перед своим кованом. Так будь любезна исполнить его». Именно так я и оказалась втянута в историю, выбраться из которой окажется намного сложнее, чем казалось на первый взгляд. Матушка была верна своим словам, и к обеду следующего дня меня кинули на амбразуру. План сработал идеально. И вот достопочтенная Мелисандра Бейлиш, лишившись воспоминаний о предстоящем браке, в сопровождении двух ведьм отправилась домой. Я же со своим новоприобретённым родителем знатного происхождения и подругой детства в роли камеристки оказалась на пути в противоположную сторону, и уже спустя пару часов тряски и отбивания филейной части по неровной дороге предстала перед величественным дворцом короля Рестара II. На подъездной дорожке толпились люди, заставляя нервничать ещё больше. «Милая, ты хорошо себя чувствуешь?» Забеспокоился мужчина, всю дорогу восторженно вздыхающий о скором бракосочетании с капитаном огненных львов. Так побледнела. «Асира, ну что же ты сидишь? Помоги, миледи!» «Да, ваша милость!» Склонила голову светловолосая ведьма, старательно изображая покорность. Достав из сумочки веер, она принялась обмахивать меня, хлопоча вокруг. «Всё хорошо, папенька!» Обратилась я к Виконту так, как до подмены называла его Мелисандра. «Я просто волнуюсь перед встречей с женихом!» Робко дёрнула я плечиком, старательно изображая из себя нежную фиалку. Знал бы он, какого рода выражения в этот момент вертелись на моём языке. «О, понимаю!» Закивал довольный мужчина, раздуваясь от гордости, словно павлин. «Поговаривают, что капитан Тейн Деверал лучший охотник на ведьм во всём Версале. Он благороден, богат, и, что немаловажно, на короткой ноге с самим королём». Завидный жених. Сморщив нос и вновь отвернувшись к окну, я закатила глаза. «Мелисандра!» Рыкнул было новоиспечённый отец в ответ на моё проявление характера, но в этот момент дверца кареты отворилась, и он, кинув на меня недовольный взгляд, расправил плечи, выходя из адского средства передвижения. Тяжело вздохнув и затравленно посмотрев на Марику, которая изображала камеристку Асиру, поджала губы. «Иди!» Едва слышно шепнула она, и я постаралась успокоить разбередившиеся нервы, выбираясь из кареты. Первое, что увидела, была большая мужская ладонь, которую я незамедлительно приняла, вкладывая свою руку. Пытаясь как можно более грациозно выбраться из золочёного катафалка, после поездки в котором болело всё тело, я выпрямилась. «Меледи!» прозвучал хриплый глубокий голос. От его звучания вдоль позвоночника пробежал рой мурашек. «Рад наконец-то с вами познакомиться!» Подняв взгляд, забыла, как дышать, лишь перепуганно, словно дичь, пойманная в лапы хищника, хлопала ресницами, смотря на здоровенного громилу, которому три дня назад перевернуло на голову ведро с водой. «Ты!» теряя дар речи, только и смог выдавить незнакомец, оказавшийся капитаном Деверлом. Глава первая Оправданный риск Тремя днями ранее Трис «Трис, ты же понимаешь, что это безумие. Огневики здесь повсюду. Что, если они тебя поймают?» Вновь принимаясь причитать, шла за мной Марика. «Риск того не стоит». «Да тише ты!» — шикнула я на подругу. «Если тебя услышат, мы вместе отправимся прямиком на костёр». «Я о том и говорю», — не унималась девушка. «Ну, хватит уже! Никто и не заметит. Дочка владельца постоялого двора серьёзно больна. Если не помочь, значит, такова её судьба. Не вмешивайся!» — строго произнесла Марика. «Она же ребёнок!» «Никто не застрахован от смерти», — безжалостно заявила подруга. От её слов в горле встал неприятный ком. Поморщившись, я стиснула зубы, переводя затравленный взгляд на открытую дверь. В помещении, как всегда, было людно. Слышались весёлые возгласы, играла музыка. Люди, празднопроводящие время, даже не подозревали, что в задних комнатах таверны, принадлежащих хозяевам этого места, страдает маленькая девочка, сгорающая от чудовищных болей. Врачи были бессильны. Никто не мог ответить, что происходило с ребёнком. Но я была способна помочь. Решительно направившись туда, я быстро завлила волосы в косу и перевязала их кожаным ремешком, переступая порог заведения. «Ой, смотри, какая девица!» Тут же раздалось откуда-то справа. «Спорим, к заходу солнца она окажется передо мной на коленях?» Гнусава хмыкнул второй. «Пф, да конечно, кому ты нужен? Эта малышка будет занята. Мной!» Не желая далее слушать бред троицы болтунов, я быстро осмотрелась и беспокойно разгладила несуществующие складки на платье. Дорис Бростер, уверенным шагом подойдя к крупному мужчине, напоминающему добродушного медведя, спросила я. «Он самый леди, а кто спрашивает?» Насторожился хозяин постоялого двора, замирая с тряпкой в руках. От меня не укрылись тёмные круги под его глазами и бледность кожи. Этот человек был измучен горем. Не в силах помочь собственной дочери, он обращался к лекарям, но большинство из этих чопорных ублюдков даже не желали слушать его, оставляя за порогом. Дорис не имел ни титула, ни власти, ни богатства. Он был неинтересен тем, кто привык выслуживаться перед высокопоставленными чопорными выскочками, кичащимися своим положением. «Меня зовут Дарина Микартер. Я могу вам помочь», немежкая произнесла я, представившись только что придуманным именем. В ответ на моё заявление осунувшееся лицо хозяина постоялого двора ожесточилось. В глазах промелькнуло сомнение. Осмотрев меня более пристально, внимательно, он осторожно спросил. «И чем же мне может помочь столь юная леди?» «Ваша дочь, позвольте мне с ней увидеться». Дыхание Дориса сбилось. Быстро осмотревшись, он подозвал подавальщицу и жестом пригласил меня к двери, что находилась под лестницей. Стоило нам остаться одним, и мужчина вновь испытующе взглянул на меня. «Леди Микартер, разве вы лекарь?» «Сомневаюсь», — вздохнул он. «Чем же тогда сможете помочь моей Аните?» «Я травница», — вздёрнула я нос, смотря на него. «Травы тут бессильны», — спустя несколько минут тишины вздохнул мужчина. «И что хотите за вашу помощь?» «Ничего, просто оставьте нас с девочкой наедине». «Что?» — захлебнулся негодованием Дориас. «Где гарантия, что вы не навредите?» «Ребёнок умирает», — тут же нашлась я. «Вам придётся рискнуть». Небольшая опрятная комнатка, в которую меня завели, была залита солнечным светом, но в ней не находилось места для радости. Тишину заполняли мучительные стоны девочки и едва сдерживаемые всхлипы её матери. От этой картины больно сжалось сердце. Анита была совсем маленькой, лет семь от силы. И с сушеной болезнью она казалась почти фарфоровой. «Кто вы?» — ахнула женщина, оборачиваясь ко мне. «Летисе, выйди, пожалуйста», — коротко ответил мужчина, подходя к супруге. Но леди Микартер пришла, чтобы помочь. Более не произнося ни слова, он взял жену под руку и вывел из комнаты. Да, я рисковала. Прекрасно понимала, какие мысли блуждают в мыслях этой пары, и всё же не могла отвернуться от их горя. Я познакомилась с Анитой несколько месяцев назад. Эта девочка напоминала солнечный лучик, и, узнав, что её поглотила хворь, я просто была не в силах остаться в стороне. «Привет, милая», — присела я на стул, где совсем недавно сидела её матушка. «Как ты?» «Я вас помню», — послышался тихий голосок девочки. «Вы — фея. Мы танцевали на полянке у леса». «Всё верно, моя хорошая», — сморгнув слёзы, улыбнулась я. «Я твоя фея». По комнате пронёсся надрывный кашель. «Я не могу танцевать», — медленно качнув головой, ответила Анита. «Сможешь. У тебя впереди ещё очень много танцев, я тебе обещаю». Спешно утерев стекающую слезу, я погладила девочку по волосам. «А теперь закрой глазки и представь, как кружишься вместе со мной по полянке. Спой мне песенку, которую пела тогда». Губы малышки медленно зашевелились, а хриплый слабый голосок стал выдавать слова детской шутливой припевки. «Давай, Трис, у тебя получится», — вздохнула я, касаясь одной рукой головы ребёнка, а другую опуская ей на живот. Тело Аниты было здорово, что на мгновение ввело меня в ступор. Но уже спустя несколько секунд магия потекла в нужном направлении, ища червоточину. Маленький кулончик, висящий на шее девочки, запульсировал тьмой. «Хорошая моя», — захлебнулась я воздухом, стараясь взять себя в руки. Коснувшись пальцами украшения, поймала её затуманенный взгляд. «Это твоё?» «Да», — кивнула Анита. «Мне бабушка подарила». «Какая бабушка?» — напряглась я. «Она живёт в первом доме у полянки», — вновь застонав, произнесла малышка. «Давай мы с тобой поменяемся, м?» — улыбнулась я. «Смотри, какой у меня есть кулончик». Сняв оберег с шеи, я показала его девочке. «В знак нашей дружбы». «Феечка», — закашлялась девочка. «Я не умру». «Милая моя, тебе даже думать о таком не стоит». Продолжая гладить ребёнка, я сняла с её шеи крохотный зелёный камень, а вместо него надела свой подарок. Вот так. Дальше дело оставалось за малым. Отложив злосчастную безделушку на стол, я глубоко вздохнула, вливая в тело малышки собственную жизнь. Ей было нужно совсем немного, следовало лишь восстановить силы, а дальше справиться организм. Спустя несколько минут на щеках ребёнка проявились первые признаки румянца, и я вздохнула с облегчением. Дыхание Аниты выровнялось, и девочка провалилась в такой необходимый для неё сон. Задержавшись немного дольше у её кровати, поправила одеяльце и, подхватив камень, едва ли не убивший ребёнка, вышла в коридор, тут же встречая затравленный взгляд её родителей. «С вашей дочерью всё будет хорошо», — улыбнулась я паре. «Дайте ей немного поспать, а потом накормите свежим бульоном». «Кто вы?» — в глазах женщины промелькнуло подозрение, которое она так и не решилась озвучить. «Травница?» — пожала я плечами, пряча кулон в карман юбки. Хозяин таверны хотел ещё что-то сказать, но в этот момент в главном зале послышались крики, и мы устремились туда. «Оставайтесь на своих местах!» — потребовал здоровенный громилов в форме стражника, и моё сердце ухнуло в пятки. «Охотники, какого чёрта они здесь делают?» — заозиралась я по сторонам. «Вернитесь назад!» — едва слышно прошептал Дорис, но было уже поздно. Взгляд холодных голубых глаз устремился к нам, лишая последнего шанса на отступление. Кажется, я влипла. Глава вторая. Шутки судьбы. Трис. «Сегодня явно не мой день», — мысленно сокрушалась я, лихорадочно ища путь отступления. «Господа!» — тем временем нашёлся хозяин постоялого двора. «По какой причине вы навели суматоху в моей таверне?» «Добрый вечер. Капитан королевской стражи», — представился мужчина в форме, но по какой-то причине не посчитал нужным назвать имя. «Мы обнаружили магический след. Полагаю, в вашем заведении скрывается ведьма». На мгновение Дорис сбился с дыхания, но тут же взял себя в руки, даже мельком не взглянув на меня. «Это какая-то ошибка. Я бы не стал скрывать колдовку», — уверенно заявил он. «В этом нет сомнений. Но таверна довольно людное место. Хотя женщин здесь не так много», — хмыкнул огневик, переводя внимание на меня. «Правда, леди?» «Микартер», — сохраняя спокойствие на лице, произнесла я. «Хорошо, леди Микартер. Что же вы делаете в столь неподобающем для молодой женщины месте, еще и без сопровождения?» — прищурил голубые глаза капитан. «Заблудилась», — хлопнула я ресницами. «Потерялась в незнакомом городе, а этот добрый господин помог понять, куда нужно идти. Так что, с вашего позволения», — подняла я ногу для шага, но тут же была остановлена охотником. «Не так быстро. Сначала мы проверим всех женщин, а уже потом разберемся, куда вас доставить. Предъявите, пожалуйста, документы, леди Микартер». «Что ж ты доставучий такой? Чёртова ищейка, ей-богу. Да чтоб твоя жена стервой оказалась», — буркнула я мысленно. Нужно было срочно убираться. Кинув быстрый взгляд на стражников, что поочерёдно надевали на каждую присутствующую девушку браслет, едва не поёжилась. «Капитан, может, ошибка какая?» — спросил кто-то из мужчин. «Не думаю. Я сказал, проверяйте. Ведьмам не место среди людей», — безапелляционно заявил охотник. «Прошу прощения, но мне правда пора». Шагнула я вперёд, но страж быстро преградил путь, смотря на меня сверху вниз. «Я всё ещё не увидел ваши документы». «И не увидите», — возразила я. «Разве я что-то нарушила, чтобы вы вот так со мной разговаривали?» Лишь спросила дорогу у хозяина постоялого двора. «Не нарушили. Пока», — самодовольно хмыкнул капитан. «Ну вот». «Алисар, принеси браслет», — кинул огневик через плечо, вновь возвращая мне своё внимание. «Раз вы так спешите, можете надеть браслет, а после будете свободны. Я вас даже сопровожу». «Благодарю», — растянула я губы в откровенно фальшивые улыбки. Но предпочту отказаться от столь чудесного общества. Уверена, у капитана и своих дел предостаточно. К мужчине быстро подбежал молодой стражник, протягивая тонкое украшение, в центре которого в тусклом свете таверны поблёскивал фиолетовый камень. Неосознанно я сделала шаг назад, чувствуя, как сердце ускоряет свой ритм. Мне всё сложнее было держать себя в руках, паника так рвалась на свободу. «Сейчас всё раскроется. Стоит этой побрякушке коснуться моей кожи, и костёр на площади станет моей точкой назначения». «Позвольте вашу руку, леди Микартер», — протянул ладонь капитан стражи. «С какой это стати?» — ахнула я, демонстрируя негодование. «Что вы себе позволяете?» «Ваша реакция наводит меня на весьма однозначные мысли, миледи», — продолжал настаивать мужчина. «И на какие же?» «Я не стану разбрасываться столь грубыми обвинениями, не имея доказательств». Отказался он произносить вслух свои догадки, как будто слово «ведьма» уже само по себе является оскорблением. «Леди Микартер, не заставляйте меня применять силу», — надавил мужчина, и в этот момент окна распахнулись, а ворвавшийся в помещение ветер загасил все свечи, за исключением небольшой лампы, что стояла в дальнем углу. В воздухе чувствовался знакомый терпкий запах магии. Это был мой шанс. Воспользовавшись секундной растерянностью капитана, я рванула вверх по лестнице, так как путь к двери преграждали четверо стражников. «А ну стой!» Спустя мгновение кинулся за мной мужчина, перепрыгивая через две ступеньки. Несмотря на свои габариты, он был довольно ловким, стремительно догоняя меня. Заскочив в первую попавшуюся комнату, осознала, что это купальня. «Да чтоб у тебя голова с задницей местами поменялись», — мысленно ругалась я на стражника. На глаза попалось ведро с водой, а в коридоре раздались осторожные шаги. Быстро схватив свою находку, я забралась на тумбочку, стоящую сбоку, и подготовилась. Дверь резко распахнулась, и тут мой безумный план пришел в действие. Тяжелый запарник в мгновение ока перевернулся на голову охотника, садясь, как влитой, и расплескивая содержимое по полу. Ударив сверху кулаком, я оттолкнула здоровяка в сторону, вновь выскакивая в коридор. «Сюда!» — послышался тихий женский голос, и я заметила хозяйку таверны. Спешно отворив какую-то дверь, она помахала мне рукой. Оценивать риски не было времени. Из купальни уже доносился бранный рев капитана. «Не знаю, правильно поступаю или нет, но я у вас в долгу», — произнесла мать Аниты. «Берегите себя, травница». За дверью оказалась запасная лестница, ведущая на задний двор. Не представляю, сколько еще времени стражники рыскали по постоялому двору. Ведь уже спустя несколько мгновений я затерялась среди пышных зарослей, благодаря богиню за то, что помогла мне сохранить жизнь. Но у судьбы оказалось весьма скверное чувство юмора. И вот теперь я стояла перед человеком, от которого лишь чудом сбежала несколько дней назад. Холодные голубые глаза яростно приковывали меня к месту, заставляя воздух покинуть легкие. «Леди Бейлиш, не представляете, как я рад нашей встрече!» — процедил мужчина, а уголки его губ приподнялись в злородной улыбке. Глава третья. Тайна раскрыта. Тейн. С самого утра был не в своей тарелке, в преддверии встречи с будущей невестой. Я много слышал о семействе Бейлиш. В последнее время король все чаще упоминал имя Виконта в моем присутствии, но что именно связывало этих двоих, мне было неизвестно. Я лишь вежливо поддерживал разговор, внемля мнению своего монарха. Все мое детство прошло при дворе. Отец занимал пост советника правителя, а, следовательно, я был вхож в высшие круги. В юности водил дружбу с наследником Версаля, а чуть позже случился переломный момент, определивший мою судьбу. Я рано лишился отца, и именно король Ристар взял меня под крылом, оставляя и направляя, словно строгий, но справедливый родитель. Поэтому, когда он заявил, что я должен жениться на дочери Виконта, Мелисандри Бэлиш, даже спорить не стал. На самом деле было плевать, кто займет место подли меня. Сколько я себя помнил, я наблюдал, как монарх устраивал жизни своих приближенных, переставляя их, подобно шахматам, на доске. Видимо, пришло и мое время сделать шаг и приблизиться к Виконту. Так я думал ровно до того момента, как дверца кареты отворилась, и передо мной предстала та, что последние три дня занимала мои мысли. И еще никогда я не был так унижен, как в момент, когда ведро с водой опрокинулось мне на голову, а чертовка выскочила в коридор, растворяясь в воздухе, подобно призраку. Я был уверен, что встретил очередную ведьму, и никак не ожидал, что у нее хватит наглости вот так просто показаться мне на глаза. Впрочем, казалось, девушка удивлена не меньше. «Леди Бейлиш, знали бы вы, как я рад нашей встрече», — произнес я, и, не сводя внимательного взгляда с побледневшей нахалки, припал губами к тонким пальцам, на одном из которых сверкал изысканный перстень. «Капитан Тейн Деверл», — подошел к нам Виконт, и я, отстранившись от его дочери, поспешил поклониться в знак приветствия. «Не представляете, как я горд за иметь столь выдающегося зятя!» «Представляю», — хмыкнул мысленно, незаметно взглянув на растерянную девушку. «Виконт Бейлиш, полагаю, вы устали с дороги», — произнес я. «Да и моей ненаглядной невесте следовало бы отдохнуть и освежиться. Видимо, путь был поистине непростым, раз уж Меледи не удостоила меня даже улыбкой». «Дочь», — повернулся к девушке мужчина. «Ну что такое? Что за неуважение ты проявляешь к будущему супругу?» «Впрочем, капитан, прошу, не сердитесь на нее. Юные барышни слишком впечатлительны. Она просто переволновалась». «Понимаю», — кивнул я. «Тогда, с вашего позволения, я лично сопровожу Меледи Бейлиш до двери ее покоев». «Было бы замечательно», — закивал Виконт и перевел внимание на слугу, который уже выгружал многочисленный багаж приехавших. «Розовые и белые чемоданы отнесите в покои Меледи, коричневые — в мои. И сколько можно стоять на входе? Сопроводите меня уже до подготовленных комнат». «Мелисандра», — обратился он к дочери, — «оставляю заботы о тебе на капитана Деверала». «Папа», — пискнула девушка, затравленно взглянув на меня. «Не папкой», — буркнул мужчина и, отвернувшись, зашагал по ступенькам вместе с мажордомом, скрываясь за массивной дверью. «Ну что ж», — обернулся я к нахалке, выставившей меня идиотом. «Теперь можно и познакомиться. Правда, Меледи Бейлиш? Или лучше, Леди Микартер?» «Вы и сами знаете ответ». Тут же нашлась моя гостья, отстраняясь от меня на шаг. «К чему вопросы?» «Или вас капитан настолько сильно задело ведром?» В зелёных глазах будущей супруги заплясали на смешливые огоньки, а я стиснул зубы, едва ли не заскрипев ими. Вместо этого, кинув быстрый взгляд на светловолосую служанку, тенью стоящую за спиной своей хозяйки, выставил локоть, предлагая Мелисандре поддержку. В голове навязчиво зудела одна и та же мысль. До сегодняшней встречи я был уверен, что передо мной ведьма. Один порыв ветра, что загасил свечи, явно об этом уверял. Да и её исчезновение казалось довольно странным. И всё же, если бы дочь благородного семейства обладала колдовской меткой, об этом уже стало бы известно всем. Именно так я себя успокаивал. Но, несмотря на очевидные доводы, в душе было слишком много подозрений. На рассвете я только вернулся с ночного рейда, и по этой причине браслет всё ещё оставался у меня. Он прожигал карман, требуя проверить свои домыслы. Прекрасно знал, что не смогу спать спокойно, если не удостоверюсь, что женщина, с которой мне предстоит связать жизнь, не связана с видовством. В противном случае вместо храма она отправится в более жаркое место. Сопровождая молчаливую брюнетку по коридорам дворца, искоса поглядывал на неё, намереваясь уличить более подходящий момент. «Почему вы сбежали?» Задал я вопрос в попытке заполнить образовавшуюся между нами неловкую тишину. «По-вашему, я должна была признаться, что являюсь дочерью Виконта?» хмыкнула в ответ нахалка, закатывая глаза. «Это как минимум глупо, не находите?» «Вам вообще не следовало находиться в таверне». Остановившись, я повернулся к ней. «Что скажут люди, если узнают, что невеста капитана стражи околачивается в подобных заведениях, словно дворовая кошка?» «Что? Дворовая кошка?» ахнула девушка, сверкая нескрываемой неприязнью во взгляде. «Скажет, что капитан Деверелл — кретин, не способный присмотреть за собственной невестой». «Следите за языком, миледи Бейлиш. Отныне вы будете делать только то, что разрешу я. Ясно выражаюсь?» Процедив сквозь зубы, я кинул взгляд на камеристку и слугу с чемоданами. «Идите в покое своей хозяйки, мы подойдём позже». Дождавшись, когда они уйдут, я вновь перевёл взгляд на девушку. «Ну так что?» «Более чем доходчиво». Лучезарно улыбнулась нахалка, вот только в её взгляде не было ни капли покорности. «Но чтобы вы понимали, дорогой жених...» Грациозно шагнув ко мне, дочь Виконта ткнула меня пальцем в грудь. «Я не ваша собственность и делать буду то, что захочу сама». «Попалась ведьма!» Пронеслось в голове, и я резко схватил обнаглевшую девицу за руку, защёлкивая подготовленный браслет на её запястье. Глава четвёртая «Не стой связался, капитан!» Трис Первое, что ощутила, была паника. Я лишь чудом смогла удержать лицо, не позволяя истинным эмоциям вырваться на свободу. Наивно с моей стороны было полагать, что капитан не попытается меня проверить. Недаром от Эйни Деверли ходило столько пугающих слухов. Не было ни одной ведьмы, которая хотя бы раз не слышала его имени. Им впору было бы малышек колдуней пугать, чтобы не отходили далеко от Ковына. А вот я отошла. И попала в цепкие лапы охотника. Не в силах оторвать глаз от браслета, ждала, что он вспыхнет яркими бликами, выдавая меня вместе с моей магией. Но шли секунды, украшение оставалось безмолвным, а лицо капитана становилось всё более суровым. В какой-то момент я ощутила кольцо, что ранее мама надела мне на палец. Оно неприятно жгло кожу, вызывая уже осязаемый дискомфорт. Гнетущая тишина затягивалась, а на смену неприятным ощущениям стала приходить боль. Зглотнув, я подняла взгляд на молчаливого огневика. «И что же вы хотели доказать, капитан?» С вызовом, смотря ему в глаза и превозмогая нарастающее сжение, спросила я. «Лишь проверка», — коротко ответил он, растягивая губы в нахальные усмешки. «Доверять женщине неразумно». «Вот как», — хмыкнула я. «Вы само очарование. А теперь, если уж я прошла вашу проверку, снимите с меня эту дрянь». Стиснула зубы от боли, едва удерживая ровное дыхание. «Она меня оскорбляет». «Обычно женщины любят украшения», — коротко хмыкнул Тейн, но всё же щёлкнул замком браслета. «Обычно жених, надевая на девушку сверкающую цацку, не пытается уличить её в ведовстве. Если отец узнает, то поймёт», — самым наглым образом перебил мою угрозу капитан. «От меня не укрылось, насколько Виконт жаждет отдать свою любимую дочь замуж за охотника. Разве я не прав?» «Нет, не прав», — фыркнула мысленно, но вслух не произнесла. «Этот напыщенный павлин хочет породниться не с каким-нибудь огневиком, а именно с тобой. Но если бы спросили меня, мы ещё не знакомы, а ты уже как кость в горле застрял». Прищурив глаза, я отняла от него освобождённую руку, наконец-то вздыхая с облегчением, так как боль, распространяющаяся от пальца по всему телу, отступила. «Не с той ведьмой вы решили бодаться, капитан Тейн Деверл. Думаете, папенька заставит меня выходить замуж, если скажу, что вы меня обижаете?» Сложив руки за спиной и грациозно повиливая бёдрами, я пошла вперёд, не желая дальше наблюдать холодный расчётливый взгляд этого мужчины. «Я вас не обижал», — заметил он, следуя за мной. «Правда, вы грубы со мной». «Не груб, а строг, потому что женщине следует быть покорной», — продолжал упрямиться охотник. «К тому же, в отличие от вашего отца, я знаю, в каких местах вы бываете». «Лишь стечение обстоятельств», — пожалая я плечами. «Кажется, вы уже получили от меня разъяснение на этот счёт. И всё же было бы очень хорошо, если бы первая наша встреча осталась вне внимания других людей», — обернулась я к мужчине, идя спиной вперёд. «Вы не скажете папеньке о моей шалости в таверне, а я умолчу о вашем неуместном выпаде с браслетом». «По-вашему, наши действия соразмерны? Вы унизили меня, я же выполнял свою работу». «Хм, а я ведь о вашей гордости пекусь, капитан Деврелл», — стрельнула я глазами в сторону огневика, невинно прикусывая нижнюю губу и хлопая ресницами. «Что, если правда о нашей первой встрече вскроется? Если узнают, что столь выдающийся храбрый охотник настолько близко познакомился с ведром, а устроила это сладкое сближение его невеста. Как считаете, чья репутация окажется подмочена больше? Помните, я лишь заблудилась и набрела на постоялый двор». Надо было видеть, как побагровело лицо грозы всех ведьм. На короткий момент мне показалось, что он прихлопнет меня словно муху. Но в следующую секунду мужчина смог взять эмоции под контроль, и лишь глаза, полные холодной, острой ненависти, говорили о том, что мне это не сойдёт с рук. «Ваш отец не узнает о нашей встрече», — почти прорычал мужчина. «Отлично. Я рада, что мы поняли друг друга. Делая вид, что не замечаю явного раздражения своего горя-жениха, я направилась дальше по коридору. Далеко ещё до моих покоев. Я устала». «Мы почти на месте», — ответил огневик, заворачивая за поворот и останавливаясь у одной из дверей. «Я зайду за вами к вечеру. Думаю, этого времени хватит, чтобы отдохнуть. Нам предстоит ужин с королём Рестаром, так что ведите себя соответствующе. Также завтра состоится бал и официальная помолвка». «Не слишком ли быстро?» — фыркнула я. «Вы, капитан, время зря терять не любите. Я права?» «Не леди бы, лишь отдыхайте», — процедил сквозь зубы мужчина и, развернувшись на пятках, тяжёлым быстрым шагом направился по коридору, как будто за ним гналась ведьма. «Вот только больно он мне был нужен». «Пф». Совсем неграциозно завалившись в комнату, я закрыла дверь и привалилась к ней спиной, стекая на пол. Отреагировав на шум, из соседнего помещения выскочила Марика. «Объясни мне, наконец, что это сейчас было?» — ткнула она в меня пальцем. «Я думала, он тебя прямо сейчас на костёр потащит». «Да тише ты!» — закатила я глаза, чувствуя себя выжатой, как лимон. «Ты не поверишь. Я уже знакома с Тейном Девереллом». Глава пятая. «Сё равно не отвертишься». Тейн. Стоит ли говорить, что я был взбешён как чёрт? И как у этой обнаглевшей девицы хватило смелости насмехаться надо мной? «Мелисандра, не на того ты нарвалась. Если отец спускает тебе подобное поведение, со мной это не пройдёт». Распахнув дверь в каминную комнату, ворвался в неё тут же, почувствовав на себе заинтересованный взгляд Брайда Леройта, капитана караула при дворце и единственного человека, которого я мог не лукавим а звать другом. «У тебя глаз дёргается», — поднеся стакан к кубам, подметил он. «Я так понимаю, встреча с невестой впечатлила?» «Даже не спрашивай», — фыркнул я, рухнув на диван напротив него. Брайт продолжал исследовать меня внимательным взглядом, а его губы приподнялись в едва заметные усмешки. «Странно. Я слышал, миледи Бейлиш, кроткая девушка, обладающая весьма впечатляющими внешними данными. Ты счастливчик». Друг поднялся со своего места и, налив во второй стакан бренди, протянул его мне. «Предлагаешь с самого утра надраться?» Скептически взглянул я на ёмкость с горячительным. «Капитан, что за выражение?» — фыркнул Брайт, комично скривившись. «Пару глотков. Тебе сейчас не повредит». Дождавшись, пока я приму из его рук напиток, он вернулся на своё место, вновь участливо посмотрев на меня. «Так что там с девушкой?» Насчёт внешности не соврали. Вздохнул я и, поиграв стаканом, опрокинул его, выпивая залпом. Поморщившись, когда огненная вода обожгла горло, резко втянул носом воздух и продолжил. «Но насчёт кротости?» «Кто вообще сказал подобную чушь?» «Это особо». «Миледи оказалась с перчинкой?» — усмехнулся друг. «Так, может, тебе такую и надо? Хоть пыль с тебя стрясёт. Ты совсем на своих ведьмах помешался?» «Брайт, ты не хуже меня знаешь причину помешательства», — зарычал я. «Эти твари опасны. Сколько людей за последний месяц пострадало по их вине?» Вспоминая последнее явление колдовки, я невольно вздрогнул. Казалось, земля разверзлась, и сам ад вырвался на свободу. Эти существа обладали властью над стихиями. Открылась лишь одна из них, но сколько горя она принесла. Ведьма вышла на главную площадь. Она хохотала, словно одержимая бесами. Вокруг неё кружился вихрь, а несчастные, оказавшиеся слишком близко к источнику магии, выли от мучительной боли. Я так и не смог до конца понять, что происходило в тот момент. Создавалось ощущение, что эта змея выпивала их жизни, ломала кости, наслаждаясь агонией, что вызывало у своих жертв. Черты лица женщины были искажены безумием. В глазах полыхала магия, пока она продолжала истязать горожан. Один из моих ребят оказался слишком близко к ней. Пытаясь защитить ребёнка, он и сам подвергся влиянию ведьмы. Да, мальчишка был спасён, но Дастин до сих пор находился в лекарском крыле, не приходя в сознание. «Тейн, ты тут?» — окликнул меня Брайт. «Всё нормально?» «Да, всё хорошо. Не говори, что моё помешательство на ведьмах беспочвенно. Я лишь пытаюсь защитить город». «Хорошо, прости», — поднял руки в примирительном жесте мужчина. «Больше колдовок не трогаю. Лучше расскажи мне, чем тебя так взбесила Мелисандра Бейлиш. Я действительно заинтригован. Просто она забывает, как должна вести себя женщина. Видимо, долгое пребывание в Астеролле плохо сказалось на её манерах. С этим я смогу справиться», — хмыкнул я, немного расслабляясь. «Во дворце намечается что-то интересное», — подмигнул друг. «Ты смотри, если вдруг передумаешь на ней жениться, дай знать. Я бы с удовольствием познакомился поближе с девушкой, сумевшей вывести капитана Деверала из себя. Клянусь богами, что никогда не видел тебя в подобном состоянии». «Брайт, заткнись», — фыркнул я, невольно вспоминая нашу первую встречу с дочерью Виконта. Я был на сто процентов уверен, что она ведьма. И как из нежной знатной особи удалось обвести меня вокруг пальца. До сих пор задавался этим вопросом, прекрасно зная, что не успокоюсь, пока не получу ответ. «Кстати», — привлёк моё внимание капитан Краула. «А что насчёт леди Остерис? Племянница короля уже знает, что ты намерен жениться?» Заинтересованный этой темой Брайт опёрся локтями о колени, подаваясь туловищем вперёд. «Я ей не говорил», — отмахнулся я. «К тому же ничего не обещал, лишь уделил немного времени на балах». «Странно, потому что придворные дамы только вчера шептались, уверяя, что леди Остерис ждёт от тебя предложение. Её сердце будет разбито». «Мне интересно, откуда ты знаешь, о чём сплетничают фрейлины?» Усмехнулся я, испытывающий смотря на друга, который тут же отпрянул Йорзая на диване. «Ну, я просто был неподалёку», — хмыкнул он. «Полагаю, в этот момент ты искал собственные штаны». «Завидуешь?» — усмехнулся Брайт. «То-то, смотрю, походка твоя изменилась. Пора бы уже стресс снять. Или надеешься отыграться на будущей жёнушке. Смотри, если всё именно так, как говоришь, миледи Бейлиш из тебя всю душу вытрясет в первую брачную ночь». «Брайт, не нарывайся», — угрожающе рыкнул я, хотя совру, если скажу, что мысль прикоснуться к этой девушке со столь обжигающим нравом и дерзким взглядом не увлекла меня. Вызывая неподдельное желание. «Не выпендривайся, Тейн. Думаешь, я настолько слеп? Она смогла тебя заинтересовать. Это становится всё интереснее». В дверь тихо постучали, и на пороге показался лакей. Быстро поклонившись, юноша расправил плечи. «Капитан Деверл, Виконт Бейлиш ожидает вас у себя». «Не сказал, зачем?» — вздохнул я, поднимаясь. «Прошу меня извинить, не могу знать, но он что-то говорил о свадьбе», — задумчиво произнёс визитёр. Брайт, сидящий спиной к лакею, расплылся в широченные улыбки и многозначительно поиграл бровями. И лишь когда вторженец скрылся, а я поправил комсоль, произнёс. «Капитан Деверл, тесть желает вас видеть. Что-то мне подсказывает, что можно не затягивать с брачной ночью. Всё равно уже не отвертишься». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова